Молодое поколение мусульман России обрело ислам в качестве свободной религии. На наших глазах не рушили мечети, не ссылали и не расстреливали имамов. Нам никогда не запрещали держать пост в Рамадан и читать пятикратную молитву. Многие даже не задумывались о том, что совсем недавно стать религиозным человеком значило поставить крест и на карьере, и на будущем. Это значило, что люди начнут сторониться тебя и считать фанатиком. Это значило открыто объявить лению партии, которая придерживалась научного атеизма ошибочной. Это значило навсегда выпасть из обоймы. В то же время, глядя назад из времени сегодняшнего, где господствует светскость, понимаешь, какой силой и крепостью веры обладали люди, вставшие на тот путь. Путь, не обещавший ничего в этом мире, но открывавший бесконечное счастье в мире вечном. Одним из таких людей и был герой нашего фильма Габдулхар Хазрат Саматов. Он не является носителем наших многовековых традиций, не просто носителем, он продолжатель. Благодаря таким вот нескольким имамам, которые работали в годы советской власти в мечети Моржани и в других мечетях, мы сумели вот эту такую тонкую ниточку не оборвали, сохранили. Он всегда призывал только к любви, нравственности, смиренности, покаянию, о мольбе тех, кто ушли из мира. Жизненный кредо, если так взять, у Габдулха Хазрата, это именно вселять в людей надежду. Вот это самая его, как бы, сила была Габдулха Хазрата. То есть, я не знаю таких людей, которым, допустим, он бы подрезал крылья, а наоборот, он окрылял людей. Как бы, он выходил сам из Аксубаевского района, деревня Старая Брайкина. Эта сила, как бы, была очень религиозная. Тогда было, существовало пять мечетей, медресе было в этой деревне. Он видел, как разрушаются эти мечети. Когда началась война, в общем-то, первые их забрали и дедушку, и четверых дядей тоже забрали на фронт. Они, в общем-то, буквально через некоторое время, ближайшее время, погибли. Это было одно из самых тяжелых периодов в жизни Саматовых. Старший брат, Канзель-Гулюм, вынужден был уехать в Среднюю Азию, скрываясь от репрессий. А Габдулхак остался смотреть за матерью и вести хозяйство. Они ходили в колхоз, были единоличниками, тогда называли их. Он, в общем-то, находил пропитание в соседних деревнях. Много пешком ходил, он говорил, что даже до Чистополя он ходил пешком. Это примерно 100 километров, чтобы заработать что-то, принести какую-то еду. Тогда еще до 50-х годов был очень большой гол. Вскоре из Средней Азии вернулся старший брат Канзель-Гулюм. А Габдулхак Саматов был призван в армию. Почти сразу после службы он женился. К тому времени все Саматовые перебрались жить в Казани. У дяди родились семеро детей, у нас шестеро. Еще перевезли бабушку тоже в эту 30-квадратную комнату. Там две комнаты разделили, 30 квадратных разделили пополам. Но мы никогда не ощущали тесноту. Тогда была дружба. И зарабатывали только дядя, мама и отец. А Шокера посмотрел за детьми. Они возвращали деньги. Дядя распределял эти средства на еду, на одежду, на всех этих детей. Видя, как активно национальный компонент изымается из системы образования, братья Саматовые поставили себе цель обучать своих детей именно в татарской школе. Во времена воинствующего атеизма татарский язык и традиции оставались чуть ли не единственной ниточкой, способной удержать самое важное, что есть в жизни мусульман – свою веру и свою религию. Мы ездили двумя трамваями, чтобы учиться в татарской национальной школе. Там был еще арабский язык, как и иностранный язык, 80-й школа, это была Матукаева. Хотя около нас рядом была среднеобразовательная школа. Несмотря на то, чтобы не кончалась эта татарская национальная школа, всех детей и дядей, и мы тоже ездили в эту национальную школу. Но тем не менее, у нас первым делом стояло с детства изучение не кириллицы, а именно арабского шрифта. То есть мы сначала, я как себя помню, может быть, я сначала научился арабские буквы узнавать, а потом только кириллицу, да, поэтому как бы у нас с детства было, ты должен сначала знать арабские буквы, потом арабский, как бы изучать арабский слог, и потом уже сразу должен, как бы, научиться читать Коран. Мы сегодня, вот, и проповеди есть, и по телевидению, вот, не в себе ислам идут. А в то время мы учитель искали, учились подпольные. Это же чудо, это, боже, ну, чудо Аллах это. Это надо понять, и вот Габдулхага Заратон, вот, эти чудо, потому что Аллах сохранил, он же не дал искры гаснуть. «Ищите знания, от колыбели до могилы», — говорил посланник Аллаха. И, возможно, именно эти слова были живительной влагой для неуемной жажды знаний, тогда уже зрелого мужчины Габдулхага Саматова. Он решает отправиться в Узбекистан, чтобы получить религиозное образование в единственном на весь Советский Союз мадресе в городе Бухаре. Когда еще до Бухары он говорил, я уже весь курс мадресе прошел, он уже тогда говорил. То есть, Бухарский курс преподавания ему преподавал также его имец, это Абдулхага Зарат Садыков, который был глубоко такой, знающий религию. В общем-то, он ежедневно, вечерами ездил к нему домой и брал уроки у него. Но когда он решил, чтобы поехать учиться в Бухару, его, в общем-то, начали преследовать, писали в газетах, по радио говорили, уволили чуть ли не по 33 статье, что религиозный фанатик оставляет четырех детей, жену, и хочет уехать в Бухару на религиозное учение, обучение. Несмотря на это, на эти гонения, на эти, он был стоек, непоколебим в своих намереваниях. В Бухаре Абдулхага Зарат учился вместе с будущим муфтием, Талгатом Тажуддином, а вернувшись, был направлен в Пермь на службу в исторической мечети. Почему он потом много людей смог поставить на путь ислама? Потому что он знал менталитет безбожников. Чтобы знать, как с людьми говорить об исламе, нужно знать людей, которые далеки от ислама. И Абдулхага Зарат, как ни странно, мало где, я не знаю, писали про это или говорили, Абдулхага Зарат выписывал два журнала. Журнал «Атеист» выписывал и блокнот «Агитатор». Вот этот опыт Абдулхага Зарат, который вообще, это очень оригинальный, и практика показала, что это уникальный опыт. Он начал очень сильное религиозное обучение, наставление людей на истинный путь, органы безопасности. Но они увидели, что идет религиозный подъем из-за того, что молодой человек приехал и сильно начал деятельность в Перми. В общем-то, ему запретили всяческую религиозную деятельность. В Казани Абдулхага Зарат Саматов преподает на квартирах, обучая взрослых и детей из казанских семей. А чуть позже Абдулхага Зарат находит свое место и в единственной открытой мечети Казани – мечети Аль-Марджани. Решили принять, чтобы он был слесарем в котельной мечети, там преподавать уроки. В самой мечети невозможно, но в котельной возможность такая была. Это прикрывали и Ахмадзаки Хазрат, и имам Абдулхабир Хазрат, и некоторые, будем говорить, мутавальяты, члены мутавальяты. Прихожане не все это знали, но те, кто желал обучаться, они спускались в подвал и также обучались. Абдулхаб Хазрат Саматов недолгое время служил в мечети Альмитевска, откуда под давлением спецслужб и по причине ложных донесений также пришлось уехать. Когда вызывали, знали, что он вот так стоит, как бы стоит на своем, и все говорили, Хазрат, на тебя же вот это накапал. Его издавали тех, кто на него накапал. Потому что Абдулхазрат был именно человек, который, ну, его ничто не сломало. Те, кто делали фит, они через некоторое время сами ему раскаялись, сказали, как это произошло, кто это так был начинчиком. И он всех их просил, конечно. После скандальных событий в Альмитевске, Абдулхаб Хазрат некоторое время работал в Оренбурге, а в конце 80-х возглавил Чистопольскую Умбу. Абдулхаб Хазрат вот еще тогда, в конце 80-х годов, является одним из первых религиозных деятелей, который прекрасно понимал, что система образования вот свою татарскую, российскую, надо бы открывать. Не случайно вот первое мадресе в Чистополе, потом Казани. Но меня тоже пригласили в это мадресе. Вот я удивился, с чего это в мадресе. Тогда я работал в Академии наук. Меня пригласили, чтобы я читал историю Татарстана, историю татарской общественной мысли. То есть уже тогда практически, возможно, это было единственное мадресе, где вот обучали из светских дисциплин такие предметы. Ну, ребята сидели, разговаривали, нарушали порядок дисциплины на уроке. Абдулхаб Хазрат Саматов очень рассердился и сказал, я занимаю должность в Казе, и по идее могу даже, имею право вас наказать даже плетьми. То есть он был довольно-таки строгий, требовательный. Но при этом материал он объяснял очень хорошо, доходчиво. И у него было приятно учиться. В коммунистические времена, когда был воинствующий атеизм, работа с такими имамами, вот представляете, как Абдулхаб Хазрату, Муфтию, Тадат Таджидину, приходилось лавировать, приходилось быть, вести религию, содержать религию, народ за собой вести, в то же время и обучать, в то же время быть и лояльным. И вот, понимаете, это многое значит. Это очень многое, это очень тяжело. Между, находиться все время между Молотом и Нагавариной. В 1998 году Саматова избирает Казыем республики, то есть человеком, уполномоченным решать спорные вопросы исключительно в рамках шариатского права, а также выносить богословские заключения, фетвы. Его избрали Казыем республики Татарстан, хотя он это тоже не хотел, он не был у него корысти, как бы карьеры. Он в слезах произносил свою речь, у него тихли слезы просто, и он был. Он не хотел эту должность, он не хотел, он очень не хотел, потому что Казыни, это больше, чем муфти отвечают за перед Всевышним, за общину, за народ, за мусульман. Он же судьбоносно решение принимает. Понимаете, он судьбоносно решение принимает. То есть, когда его избрали Казыем, он не хотел, и он сказал, я не хотел бы, потому что вот таял началом, то есть я буду гореть в огне, потому что я не руль, я могу много не ошибиться, и ошибок принести. Это очень незаветная должность. В должности Баш Казыя Абдулхак Хазрат проработал до 2006 года и вынужден был отойти от дел по состоянию здоровья. А уже через три года истек срок его земной жизни, что явилось невосполнимой потерей для всех мусульман республики и России. Однако уже через год в Татарстане было организовано уникальное мероприятие. Первое – саматовские чтения. Это, во-первых, дань тем заслугам нашего Хазрата, которое он имеет перед умой мусульман России. А с другой стороны, это из повод собираться, собирать студентов, молодых преподавателей, выступить перед ними, говорить о том, что вот какие Хазраты у нас были, служили мусульманские умми. И обсуждает наиболее наболевшие вопросы современные мусульманские умы. То есть жизнь меняется, и наши представления об исламе тоже расширяются. Вот с этой точки зрения вот саматовское чтение – это очень важно. Это очень хорошая площадка, научно-просветительская площадка, для того, чтобы мы могли собраться вместе, обсуждать волнующие нас проблемы. Будет шестьсотный день, но тогда некоторые, говорит, будут говорить, почему нас обвиняете. Ну, все ведь так жили. Ну, все ведь так жили. Не только я. Не было возможности. Ну, как все, и как мы. Тогда Аллах, говорит, скажет, все что ли так были. Вот в каждом селении, почти каждом селении остались искрыки. Аллах же не дал погаснуть в сохране, потому что Аллах говорит, я до сутного дня сохранил ислам. Вот он, вот, избранным, наверное, был самат. Аллах избрал его, чтобы искрыки он сохранил. И Аллах ему силу дал. Вот это трудно, чтобы пройти.